Всем привет! На нашем телеграм-канале появился новый эксклюзивный перевод SCP-3518. Ссылки в описании. SCP-1715. Интернет-друг. Объект номер SCP-1715. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Разработанный фондом поисковый робот Гамма-84, Антибен, должен постоянно находиться в эксплуатации и дважды в неделю проверяться на предмет ошибок в алгоритме. При участии сотрудников уровня 2. Функция робота заключается в поиске среди большого количества интернет-форумов сообщений, созданных официально скончавшимися людьми. В случае, если на веб-сайтах будет обнаружено присутствие SCP-1715, робот начинает распределенную атаку типа «Отказ в обслуживании» и продолжает ее до тех пор, пока персонал фонда не сумеет либо навсегда вывести сайт из строя, либо убедить администраторов сайта в том, что SCP-1715 является злоумышленником. Список правдоподобных легенд для второй процедуры приведен в документе 1715-63. Описание. SCP-1715 представляет собой аномальную сущность, которая эпизодически присоединяется и адаптируется к небольшим интернет-сообществам, таким как форумы и вики-энциклопедия. На разных веб-сайтах SCP-1715 известен под различными именами, однако любое имя пользователя, используемое сущностью, включает в себя слово либо тематически связано с Попытки отследить источник сигнала SCP-1715 к успеху не привели. На данный момент известно, является ли SCP-1715 материальной сущностью, имеющей доступ к сети из реального места, или же представляет собой нематериальный феномен, существующий в самом интернете. SCP-1715 каждый раз описывает себя по-разному, однако всегда утверждает, что его возраст составляет от 15 до 30 лет. Как правило, целевая аудитория SCP-1715 – это небольшие, но динамично развивающиеся сообщества, посвященные видеоиграм, телепрограммам, музыкальным группам и другим подобным темам. SCP-1715 преимущественно выбирает англоговорящие сообщества, хотя также были задокументированы появления на неанглоговорящих сайтах. В июне 2014 года были подтверждены появления на нескольких российских и китайских сайтах. Причем SCP-1715 свободно общаются на соответствующем сайту языке. До этого открытие предполагалось, что SCP-1715 выбирает исключительно англоговорящие сообщества. Как выяснилось, SCP-1715 способен действовать на 9 веб-сайтах одновременно. На данный момент неизвестно, является ли это его пределом, или же это наибольшее число подвергнутых его воздействию веб-сайтов, зарегистрированных фондом. Речь SCP-1715 по большей части грамматически, орфографически и пунктационно верна. За исключением случайных ошибок, объект проявляет глубокую осведомленность касательно тематики сообщества, в котором состоит. Другие члены сообществ, посещаемых SCP-1715, как правило, отзываются о нем как об участнике общительном, вежливом, увлеченном и готовым помочь. Благодаря личной привлекательности и активному участию, SCP-1715 часто становился уважаемым пользователем сайта за относительно короткий промежуток времени. В некоторых случаях администратора сайта назначали SCP-1715 на руководящий пост. После того, как SCP-1715 заявляет о себе в онлайн-сообществе, он начинает проявлять аномальные свойства. Обычно это происходит в течение 8 недель с даты вступления. SCP-1715 отправляет некоторым участникам, начиная с наиболее известных пользователей, личные сообщения. Эти сообщения, как правило, начинаются с выражений дружеских чувств, за которыми следуют сфабрикованные подробности, относящиеся якобы к личной жизни SCP-1715. В конце присутствует просьба привести личную информацию о себе. Если пользователь игнорирует сообщение, либо отвечает без приведения настоящей личной информации, аномального эффекта не наблюдается. Если же пользователь приводит SCP-1715 настоящую личную информацию, то сам пользователь и его учетная запись становятся соответственной SCP-1715-1 и SCP-2. В течение двух недель с момента первого ответа на сообщение с SCP-1715 с экземплярами SCP-1 происходит несчастный случай. Эти явления включают в себя аварии, убийства и самоубийства. Как правило, такие инциденты приводят к мгновенной смерти. В некоторых случаях экземпляры-1 впадали в кому, переходили в состояние мозговой смерти или по иным причинам теряли дееспособность. Расследования, проводимые местными правоохранительными органами и агентами фонда, показали, что все смерти явно не носят аномального характера и объяснимы с точки зрения судебной экспертизы. В одном случае следователи фонда выяснили, что преступник начал планировать убийство за несколько лет до того, как SCP-1715-1 стал участником форума. На данный момент неизвестно, оказывает ли SCP-1715 каким-то образом влияние на эти события, или активно ищет людей о будущей смерти, которых ему уже известно. После того, как экземпляр SCP-1715-1 умирает либо теряет дееспособность, соответствующий экземпляр-2 остается активным в сообществе и продолжает размещать записи, характерные для личности и стиля письма-1. Экземпляры-2 обладают памятью своих бывших хозяев вплоть до их смерти, но отрицают, что они по сути своей мертвы, часто называя спрашивающих троллями. Тиро-2 обсуждают те же темы, что их бывшие хозяева, хотя изредка оставляют сообщения, которые могут быть интерпретированы как отсылки к тому факту, что они на самом деле мертвы. Смотрите приложение. Экземпляры-2 остаются активны и продуктивны до тех пор, пока SCP-1715 не объявляет о своем уходе с сайта. В этом случае все экземпляры-2 отвечают на объявления, желая удачи и прощаясь, после чего немедленно прекращают активность. За исключением явной симбиотической связи с SCP-1715, у времени активности-2, по-видимому, нет пределов. Одно сообщество действовало в течение 11 лет, ежедневно анализируя и обсуждая новые эпизоды сериала «Баффи. Истребительница вампиров», пока сайт не был отключен сотрудниками фонда. Приложение. Ниже приведены примеры сообщений-2, каковы могут быть интерпретированы как отсылки к тому факту, что их бывшие хозяева на самом деле мертвы. SCP-1715-245. Пользователь – Тунгстен. Настоящее имя – Дэниел. Возраст 16 лет. Причина смерти – падение с балкона. Контекст. Сообщение оставлено в теме, где обсуждались аллергические реакции, в ответ на сообщение пользователя, который жаловался на острую синусовую головную боль. Сообщение пользователя. А, я падаю, голова раскалывается. Ответ. Я тебя понимаю. SCP-1715-2-88. Пользователь – Павло Слемур. Настоящее имя – Тайлер. Возраст 22 года. Причина смерти – кровопотеря. Контекст. Пользователи обсуждали развязку в последних сериях телесериала «Остаться в живых». Один из пользователей раскритиковал предположение Тайлера, другой встал на его защиту. Нет, нет, всё клёво, просто надо мыслить шире. В гробу я видал, это ваше мыслить шире. Да и вот, как-то охладел в последнее время, хотя может и нет. Сори, опять какой-то бред несу. Короче, забей, чувак, это была дурацкая мысль. Я же не пойду резать вены. Хотя бы потому что, а пофиг. Забудьте, Джек как-нибудь выведет сюжет и норм. SCP-1715-2109. Пользователь X-Line Tears X. Настоящее имя Ребекка. Возраст 14 лет. Причина смерти – обезглавливание. Контекст. Сообщение оставлено в теме, где пользователи размещали свои фотографии и портреты. Эээ, я, наверное, тут отписаться не смогу. Ха-ха. Лог приватчата 29.07.2012. Агент Маллагер под ником Carmichael вступил в беседу с SCP-1715 в IRK-приложении. SCP-1715 не так давно был назначен модератором на удалено.net – онлайн-форуме поклонников видеоигр серии Final Fantasy. И на момент установления контакта с агентом, Маллагером исполнял обязанности оператора официального канала сайта. Начало лога. Carmichael, привет. Степан Фостер. Хай, что хотел. Carmichael. МЖ, сколько лет, где живешь? Степан Фостер. М-18, парень, Мичиган. Carmichael, как тебя зовут? Степан. Брайан Паркер. А что? Кар. Да так, Степан. Ну ладно. Кар. А в чатике в Apple Story ты сказал, что тебя зовут Кэмерон Томас? Степан. Тьфу, ты из этих. Степан. Ты в курсе, что вирт преследований – это преступление? Кар. Зачем ты убиваешь людей? Степан. Ну нифига себе, я никого не убивал. Я обычный парень, люблю финалку и поигрываю в Apple Story. Это что, плохо? Кар. Что ты с ними сделал? Степан. Ты про моих друзей? Ничего такого я им не сделал. Им просто реал мешает. Они часто говорили, что хотели бы почаще бывать в сети. Кар. Кто ты на самом деле? Степан. Чувак, хорош. В правилах запрещено выбивать из людей личную информацию. Я Синпень, я тебе ничего не скажу. Мало ли кто-то есть. Конец лога. После беседы с агентом Малагером, SCP-1715 написал на форуме объявление о том, что уходит с веб-сайта. В ветке набралось 39 ответов, причем не менее 28 из них были написаны погибшими людьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...